Привет, друзья! В эфире Телегид, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. Территория хорошего настроения и позитивного взгляда на жизнь. В студии я, Анна Троян, сейчас расскажу, что ждет нас на этой неделе. Начинаем! Совсем скоро мы увидим Роберта Паттинсона в роли Бэтмена. Ну а пока знаменитый вампир перевоплощается в супергероя, мы посмотрим, на что он способен в человеческом обличии. Лента «Помни меня» покажет непростую судьбу студента, попавшего в неприятные жизненные обстоятельства. Он решает пойти на подлость, но на его пути становится светлое чувство. Любовь. Могут ли сильные эмоции к человеку изменить судьбу? Увидим на ЛРТ в среду в 10 вечера. Не обязательно мне помогать. С такими темпами мойка посуды может стать вторым призванием. Что? Значит, это та часть игры, в которой я должна стать мокрой, да? Летние вечера обязательно должны быть при поднятом настроении. А если это пятница, так тем более. Комедия «Девушка моего лучшего друга» знакомит нас с веселым парнем. Правда, работа у него немного странная. Тэнк предлагает свои услуги в качестве подставного ухажера, устраивающего девушкам на свиданиях сущий кошмар, заставляя тем самым их вернуться к брошенным приятелям. Что перевернет жизнь героя, смотрим в последний день июля в 22.00. 85 долларов за стрижку, чтобы ты склеил девицу. Нет, 110. И все окупится. Я сейчас устрою тебе свидание, которое вернет тебе уверенность в себе и научит держать битву. Не шевелитесь. А нельзя подкрасить кончики? Ты что, Филин? Эта девушка не Алексис, и ее постель для секса, а не для плюшевых игрушек. Погоди, откуда ты знаешь, что Алексис игрушки? В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. Федя Фоменко научился различать фигуры на шахматной доске, когда ему было 4. Сейчас юному спортсмену 6. И он уже участник 20 турниров и обладатель третьего юношеского разряда. В красивое далекое прошлое в этот уикенд. Отправимся вместе с европейской версией истории о графе Монте-Кристо. Эдмонд Дантес и представить не мог, что в день своего обручения он, капитан дальнего плавания, без суда и следствия, попадет в тюрьму. Он оказался жертвой заговора. У недоброжелателей разные цели. Один положил глаз на невесту, другой мечтает занять пост капитана. 20 лет заточения ждут нашего героя и полное перевоплощение после. Какой будет жизнь под маской графа Монте-Кристо? Увидим в выходные в 11 утра. Могу ли я поинтересоваться, господин граф, чем мы заслужили такую честь, что ваш выбор пал именно на нас? Одним из ваших акционеров является следовладелец Моррель из Марселя. Для меня это лучшая рекомендация. Похоже, что господин Моррель в последнее время стал жертвой весьма плохих обстоятельств. Он потерял все корабли, кроме одного фараона. На днях он отправился в Восточную Индию, и это будет долгой плавни. Во время которого вы не будете представлять судовладельцу Морреля никакие векселя для плавки. Это желание кажется мне прометчивым, господин граф. Самая большая прометчивость, мой дорогой, спорить со мной. Запомните. В субботу угодим на опасную территорию. Это место, где люди проверяются на прочность. Необозримые пространства, где тундра встречается с ледовитым океаном. Суровый русский север, которому способны бросить вызов немногие. Геолог Илья Ченков одержимой идеей найти легендарное золото территории. Собирает команду смельчаков. Готовы к поставить на карту все, включая собственные жизни. Что из этого выйдет, увидим 1 августа в 22.00. Вы, Буклаков? Я. Что бы вы думали об одиночном маршруте дней на 15.20? Можно сделать. Нормально. Нормально его сделать невозможно. Маршрут по гранитным массивам. Придется брать много образцов. Креке в этап и далее в Китунское Нагорье. Километров 500-600. А завершим воскресенье, а бы поздно, друзья, в компании телохранителя. От игры Колина Фаррелла, Киры Найтли и Рея Уинсона нам будет сложно оторваться. Пытаясь покончить с криминальным прошлым, Митч знакомится с кинозвездой, которая прячется в своем доме от толпы репортеров. Красота и ранимость актрисы покоряют парня. И он становится ее телохранителем, защищая Шарлотту от агрессивных папарацци. Но преступный мир так легко его не отпустит. Чем все это обернется, смотрим 2 августа в 23.30. Я не прошу, чтобы ты ходил по квартирам в этом костюме. Да ты посмотри на себя. Придется отказаться от друга работы. Ни за что. Ты же гангстер. Ты работаешь на меня. Ты просто должен понять. Если бы я был гангстером, роб, то ты бы стал первым трупом. Я бы убил тебя и забрал бы все, что у тебя есть. Будь я гангстером. Вот почему тебе не нужно, чтобы я стал гангстером. Потому что начав, я уже не остановлюсь. Ясно тебе? А на этом все, мои друзья. Еще больше интересного ищите на нашем сайте www.lrt.tv Подписывайтесь на нас в соцсетях. С вами была я, Анна Троян и ваш любимый телегид. Помните, лето с ЛРТ будет жарким. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова